мои хорошие всем здравствуйте меня зовут светлана и я рада вас приветствовать на своем канале который посвящен вязанию спицами и крючком девочки мои хорошие сегодня у нас понедельник сегодня у нас уже пол двенадцатого ночи я как уже наверное стоит говорить как обычно в зале надеюсь что сегодня никаких мохнатых существ по столу ходить не будет потому что ну просто потому что их очень тяжело отсюда сдувать с этого стола вот надеюсь день вам вам сильно мешать не будет но к сожалению другого варианта пока нет сегодня я хочу вам показать одну готовую работу показать продвижение процессов поговорим с вами о новой моей работе буквально сегодня вот сегодня у нас понедельник да сегодня начала процесс и поговорим с вами о покупках сделали сделали небольшие покупки ездила к наталье к своей для того чтобы приобрести инструмент вот срочно мне понадобились спицы вот эти прямые в да положено в общем давайте наверное начнем с покупок да и плавно с вами перейдем к моим процессом которые у меня так или иначе продвигаются надеюсь что сегодня видео надолго не не буду затягивать потому что ну сегодня ну безумная духота просто это что-то невообразимое вроде как по дисмети осмотрели вроде как завтра должно быть хоть какое-то послабление потому что обещали дождь с грозой тридцатник и представляете тридцатник есть а дождя с грозой но где-то там стороной прошел у нас сегодня нет сегодня с малым выползли погулять только ближе к вечеру вот поэтому вообще жуткая жуткая погода нос на улицу указать вообще не хочется потому что дома более-менее прохладно вот ну как прохладно относительно до 25 градусов это конечно 25 26 градусов это все равно перебор вот ну ладно надеюсь что завтрашнего дня будет полегче в общем мне девочки приспичило просто вот эти вот даже закрытые еще купить прямые спицы но я хотела прямые спицы нет про мне вообще нужны были спицы два с половиной два с половиной диаметров до миллиметров и я поехала к натальи и нет провод эти зинги до цветных не было было двоечка двоечка мне нужна и более скажем так большие размеры но мне повезло у нее были в наличии ади это вот я уже отклеила до отлепила на обратную сторону два с половиной миллиметра 35 сантиметров ади да очень удобные спицы почему я вот даже не знаю почему ну раньше как-то знаете не было желания что ли вязать на прямых вот эти вот у меня еще закрытые так они пусть пока лежат до лучших времен очень удобные спицы знаете такое какое-то ну я не знаю вязать удобно вязать удобно носики здесь точно такие же как у адиков на золотистой леске вот поэтому вот такое вот небольшое приобретение я себе сделала что-то меня видите как прибило на прямые спицы по-другому не скажешь вот что же что же куда же девочки продвижение катастрофически маленькие вы знаете как вот на лесках написано я сейчас хочу вам показать очень удобно в том плане что если получится конечно если если нет на знаете на нет и премии нет да ну вот здесь что-то как-то может быть вам будет видно два с половиной миллиметра вот здесь 22 с половиной миллиметра 35 сантиметров мады in jomani да то есть вот такие вот кончики наш говорю как у 1 на золотистой леске вот такие вот здесь стоппер и на них тоже есть как о поймала то что это вот на сердечке такие фирменная тема до ади вот и что два с половиной миллиметра то есть если даже по какой-то причине на самой спицы сотрется ну как по понятной причине да если вдруг сотрется то на кончике вот на этом сердечке все равно будет все равно будет так вот эту жеваную пережеванную нитку я мучаю все равно мучаю 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 и домучаю конечно и откровенно говоря получается фигня полнейшая но я думаю что это все-таки не на фигня полнейшая потому что посмотрите какая отвратительная просто на мой взгляд платочная вязка потому что вот это дело жеваная выбрасывать не хочу вот я надеюсь что может быть стирка исправит знаете как это как всегда я надеюсь стирка исправит вот ничего она не исправит как жеваная было так и останется ну да ладно в общем то провязала и несколько рядочков девочки что хочу сказать это же я их начинала вязать на спицах прим да помните говорила который вот облезла кстати девочки мне тоже писали чтобы спицы прим замечательный в работе но тоже почему-то облазит но облезла и облезла кстати кончики на вот на этих спицах намного удобнее чем на на спицах ади намного удобнее они более острые и поддевать вот эту жеваную ниточку вот прим более удобно но так как пила прямые спицы конкретно вот к этому как сказать так этому процессу да к этой туники я и дальше буду вязать на прямых спицах ну хочется пока не знаю может быть потом все таки на них и пересдену пересдену что за слово так господи прости переодену пересниму вот я их далеко не убираю вот потому что вязать вот с такими кончиками реально намного удобней вот удобнее так поэтому спицы прим здесь недалеко совершенно недалеко но вот собственно говоря для именно вот для этого процесса мне вдруг сильно сильно приспичило прямые спицы вижу вижу потихонечку это вот я знаете пробовала буквально я думаю это дело надолго затянется мне бы хотелось тут он андрюшкины песочник закончить да и ну и вообще в принципе нет как-то знаете на мой взгляд это вот я стараюсь выпускать видео вторник пятница я очень сильно стараюсь сегодня понедельник завтра вот села снимать да сколько отвязала столько отвязала чтобы было хоть что-то вам показать вот и получается завтра вторник завтра выйдет видео по крайней мере я надеюсь если у меня программа ну косячить не будет задумываться долго вот и получается ну следующую пятницу на следующей на этой неделе тоже по идее должно выйти видео я думаю что мы там с вами поговорим потому что девочки если есть какие-то вопросы еще обращайтесь ну пообщаемся поболтаем потому что девочки там и про магазины спрашивали и про кошаков про моих откуда у них такие имена то есть я думаю что следующем видео ну по крайней мере так не так видится следующем видео поговорим поболтаем обо всем подряд вот дальше давайте если уже вот с процессов процессы процессы до процессы те которые он по-моему сейчас чихать буду господи август на носу сейчас тут у кого аллергия на полынь цвести начинает у меня нет у ромки аллергия сейчас будет веселье придется покупать диазолин вот ну ничего страшного в общем-то вижу мамино платье девочки кто мне там сегодня по моему писали комментарии что лучше бы вот этот вот рыжий но не рыжий это коралловый да на серый поменять на газалы вроде как практически серое платье моей маме серое платье чисто серое не пойдет вот серый цвет не очень она у меня женщина яркая поэтому как-то не очень это дело смотрится поэтому коралловый останется на своем месте коралловый вместе с серым и это будет одинаковая нить то есть это будет гернарт дел вот что мы тут имеем так это вот верхняя половинка то девочки выхитрилась посмотреть вот этот канал ссылку на которой я оставляла в прошлом видео действительно франц это француженка сушки и я сижу он тут то ли азия то ли англоязычный я реально понимаете я не ну никогда не не слушала ее со звуком то есть малой спит я включила и смотрю мне зачем звук я все равно не понимаю окажется она француженка я так долго смеялась девчонки написали мол спасибо за ссылку на канал интересно там как бы девушка вяжет да она францу я включаю звук она француженка думаю боже мой не суметь сказать что это француженка это прямо ну капец ну никогда не слышала ну как-то так немножко глупо получилось но теперь я знаю вот это же вторая половинка девочки первую половинку я же уже связала причем вот это дело лежит уже дня три вот я это все связала потому что почему лежит вторая половинка потому что первая половинка связана и я песочником занималась вот девочки и что я тут поняла там там что там получается в мастер-классе показано как вязать такой узор и само платье но я так понимаю что узор то я такой возьму а платье все таки будет другое потому что то платье которое то есть оно будет похоже но все равно элементы там будут мои по-другому там буду делать подрезы по-другому возможно буду делать пояс хотя вот пояс наверное так и при ну в общем то девочки я вот это дело все примерили на маму да вот на на плечика перекинули я поняла что придется делать по-своему то есть точно точь-в-точь как в мастер-классе сделать мне не получится вот вот такой от рельефный узор вы знаете что меня тут недавно прибило по-другому никак не могу сказать сижу вижу вот этот узор думаю блин его интересно вязать не надоедает 9 рядочков раппорт да то есть но вверх я имею ввиду вяжи и вяжи запоминается легко очень легко вот я подумала о том что а если а если связать такой плед крючком взять какую-нибудь ниточку допустим какой-нибудь я не знаю ализе экстра да и взять там какой-нибудь там три с половиной крючок и связать но я потом подумал о том что ализе экстра у меня уже есть до который батик и мне бы который от угла плед мне бы его найти его так найти не могу ничего я говорю где-то лежит на месте молчит вот и я подумала почему мы не связать такой плед ну по-моему будет классно взять более спокойный оттенок для пледа но это вязаться будет блин лет пять вот в моих в моем случае ой господи вот так что девочки вот это продвижение моих процессов это это как раз то что это как раз то что я отвязала связала достаточно быстро вот и ну и что вот вот да вот это вторая половинка это вторая половинка сейчас немножечко спицам повяжу и снова возьмусь за крючок то есть лежит это у меня дело в корзиночке вот так пока вот потом конечно же не будет помещаться но но растет процесс растет если девочки вы будете слышать там какие-то посторонние шумы звуки у нас тут между первом этаже живем а у нас тут решили что лето и надо на улице не потребно себя вести но это на каждому свое вот в такую вот сумочку это даже не я переложила это пережил переложила этот процесс моя мама мы тут с ней решили дружно что нам не хватает абсолютно корзиночек для вязания куда-то мы их все по раз это пора ставили на места поэтому ой вот поэтому начинаем уже пользовать сумочки подарены подаренные сумочки вот прошлый прошлый как его называют спади маркирочек да вот немножечко вот сюда вот немножечко вот так связала да но все равно процесс движется мне очень нравится как это все дело выглядит мне нравится этот процесс связать но вот последние же говорю несколько дней у нас состоит жуткая духота и даже вечерами а сейчас вот у нас уже вот сколько я с вами даже не знаю сколько с вами говорю 14 минут да вот и даже вот сейчас держать очень жарко очень душно поэтому дышать реально нечем вот прям по настоящему знаете уже скорее подустали не от самой жары и было бы сухая жара да то есть вот солнышко бы припекала да там вот это это еще ничего когда дышать есть чем более-менее да но когда не хватает воздуха элементарно вот этот постоянный то есть вот это постоянное состояние что хочется лезть в душ нечем дышать в постоянном мокрый постоянно ой-вой-вой это уже все это уже честно надоедать начинает уже я уже осень хочу осень зиму чтобы уже можно спокойно было вязать работать вот и и было чем дышать морозным свежим воздухом вот так вот девочки так что ромкин джембер продвигается я его вижу давайте снимем тут еще один маркирочек этот я не буду убирать мне просто ну ради интереса посмотреть получится ли у меня до пятницы или допустим до следующего вторника да ну сколько получится связать вот так что работаю над этим тоже работаю так сейчас дело аккуратненько обратно положить сумочка великолепно просто просто великолепно так это что давайте я а тут же я еще вот где-то вся в проектных сумочках обложилась вот так да вот так давайте заглянем тут у меня только газал baby cotton вот такой оттенок голубой красивый белый вот этот красивущий синий непонятный цвет но это не вы муж василек в палитре называется может нет 3421 очень красивый цвет так и чё и все а ну на самом деле еще тут был серый и мятный я их отсюда убрала потому что в сумочку это дело не помещалось это все у меня пойдет так или иначе кусочек этот я тоже что я положила так или иначе пойдет на работу для романыча вот поэтому я отложила у меня много вот этой нитки ну так получилось что здесь все такого знаете цвета как раз голубенький синенький вообще конечно я уже говорила да я за то чтобы не ну как-то отходить от стереотипов в этом плане и на мальчишек можно и зеленые вязать и коричневые бежевые серые белая красная яркая вообще очень красиво смотрится на мальчишка когда это все в сочетании да вот поэтому но пока здесь таки такая палитра у меня собралась в этой сумочке в общем здесь у меня готовая работа лежит и ниточки для будущих процессов скорее всего это тоже будут песочники почему я так говорю ой я не могу я вам давать готовую работу я таки связала связала этот песочник сегодня мы примеряли я так боялась девочки что вот вот это вот пройма я знаете я когда вязала у меня тут как давай вот ничего не сходить все в разные стороны ничего не сходится я прямо страдаю переживаю девочки он не глажены не стираны пока ничего я его сегодня нет я его вчера закончила вчера шила сегодня ниточки прятала пройму обработала рома мне пуговки пришил и вот этого карапуза сейчас поближе покажу но этот карапуз еще нужно будет тут мы подобрали сверла шка тоненькая еще вот здесь вот вверху и внизу два отверстия просверлить для того чтобы его получше закрепить этого карапуза в общем девочки сегодня мы примеряли с андрюхой мы сегодня проверяли примеряли этот песочник штанцы у него получились вот эти штанины чуть ниже колена вы знаете такой бусурман получился это вообще еще без пуговиц ничего не было кончики все не запрятаны с ниточки торчат я тут давай скорее его снимать роме отправила игру рома надо мне еще один такой песочник вязать в общем девочки я в восторге совершенно мягенькая ниточка вот прям не не знаю для малышей да и не только для малышей из газал бобикоттон вязать это прям мне кажется очень очень мягко очень уютно и если это какой-то допустим ажур то он получается очень воздушный то есть как сказать то не изделия получается не тяжелые расход тоже очень даже привлекательный вот поэтому песочник готов нам он как раз я его вязала знать ни разу не примерила думаю что я буду пацана в жару мучить вот я его ни разу не примерила давайте более подробно да поближе посмотрим то есть плечевые швы сшивала иголочкой с обратной стороны вот так то есть тут ничего такого выдающегося вот то есть вот таким вот образом выглядят швы я не стала там петля в петлю дали как это платочную гладь сшивать не захотела заморачиваться с этим делом вот вот такой вот карапуз вот такой карапуз отверстие еще вот здесь вот просверлим и в деревярчике там где у него три волосинки на голове и еще ну приделаем то есть он-то идет по идее как пуговка да но нам она зачем такое надо болтает свихляется это непрактично вот тем более ручонками дотянемся сообразим что он тут есть и все их она тогда этому карапузу но зачем пусть будет так вот поэтому здесь еще будут два отверстия просверлены и ниточками еще прихватим пуговки деревянные вот с якорями с голубыми вот и такая красота получилась в общем то а ну и обработала я крючочком проймы не стал рукава привязывать очень жарко это полустолбики с одним накидом на одной пройме на другой поэтому я сегодня недолго думаю я посмотрела как наш малой смотрится нет выглядит в этом костюме ниточку не отрезала так берем вот я посмотрела как это дело все смотрится на малом и я не долго думаю девочки практически по тем же самым расчетом здесь на штанины я набирала 46 петелек вот в этом зеленом я набрала 48 петелек и прибавила здесь 56 по моему насколько я помню 56 на зеленом 61 петля то есть чуть чуть побольше будет самую самую малость чуть побольше песочник да давайте вот это дело уберем я вам покажу это тоже газал baby cotton я немножечко изменила как его зовут скажите мне им скажу рисунок а ромка подсказывается это за взор потихонечку узор ты же говори громче спалили контору блин вот так бряканье давайте беленький подложку подстерим подложим может быть сильно брякать не будет в общем вот такой рисунок выбрала как выбрала да то же самое вот они эти ажурные дорожки просто между ними не тоже ажурная дорожка а вот такая вот косичка жгутик скорее из четырех петелек то есть крест-накрест 2 2 петельки меняю ну то есть 4 2 и 2 до меняем местами вот так как же мне вам показать в общем отсвечивает высвечивает девочки я надеюсь что вам видно по крайней мере мне бы очень хотелось буду вязать буду писать сейчас с вами немножко пообщаюсь и и наверное еще пару рядочков свяжу знаете что я заметила вот единственное что очень странно спицы те же самые кубики два с половиной миллиметра да вот когда я вязал веля уйди да без него никак когда я вязала белый песочник когда я вязала белый песочник белая ниточка под тоньше велес вот без тебя как без пряников уйди где в общем ладно белая ниточка потоньше зеленая чуть потолще это прям чувствуется когда после первого начинаешь тут же вязать второй такая маленькая такая маленькая полосочка он свою жопу притулил туда простите меня пожалуйста все мне тут порушил поронял и лег как будто прям так и надо в общем девочки начала я вот еще вот такой процесс связать очень нравится андрюшкин будет песочник следом еще один и я думаю что из еще может быть либо белый либо голубой любой там на самом деле очень много цветов надо просто и где-то найти я опять смотрю на свои залежи с пряжей я понимаю что я не знаю где у меня пряжа лежит вообще вот надо будет поискать газал боби коттан именно вот и будет меня еще вязаться малому еще вот такие песочники с ней в них очень удобно я думаю что будет есть машине и в коляске ну что мои хорошие сегодня долго с вами общаться не будем время уже полночь доходит надо немножечко еще повязать и топать отдыхать потому что сегодня день правда был тяжелый и две ночи перед этим очень душно да что-то еще хотела сказать забыла блин капец ну ладно в общем и хорошие я надеюсь что добрая традиция вторника и пятницы у нас все-таки закрепится на нашем канале да что мы с вами будем видеться хотя бы два раза в неделю я буду очень стараться это делать на следующей неделе у ромки будет отпуск и возможно может быть где-нибудь видео снимем где-нибудь за городом не знаю посмотрим может быть ухитримся куда-нибудь придумать съездить там в общем не знаю столько всего интересного мне кажется можно за эту неделю провернуть когда этот отпуск впервые за 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 несколько лет боже мой я не знаю вы говорите хозяин хозяин по-моему он конь просто наглый вот как такое возможно столешница и так на ладан дышит он ее еще каждый раз вот просто кошмарит таким вот образом так пока какая-нибудь мохнашка очередная не прибежала девочки давайте с вами будем прощаться до самых скорых встреч всего вам самого наилучшего всего самого хорошего именно вашего как обычно петелек всяких разных и ровных и кривых а если кривые петельки то пусть это будет именно ваши петельки которые будут отличать вашу работу от всех остальных работ до самых скорых встреч и наверное на этом все потому что у меня уже правда я закипаю очень душно очень жарко вот поэтому яркого вам солнышка в небе и мирного неба над головой высокого голубого мои хорошие всем до самых скорых встреч всем пока пока а